Въезд запрещен. В немецких городах могут ограничить поездки на старых дизельных машинах. Такое решение сегодня принял высший административный суд этой страны. Подробнее о вердикте и его последствиях расскажет Татьяна Лагунова. Черный вторник для владельцев дизельных автомобилей немецкого автопрома высший административный суд Германии разрешил муниципальным властям запрещать въезд в города на дизельных машинах. Из экологических соображений запрет могут вводить, если содержание в воздухе, окиси азота сильно превышает норму. Вердикт немецкие автомобилисты ждали еще на прошлой неделе, но судьи не смогли определиться и взяли отсрочку. И вот решение принято. Экологи празднуют победу, политики пытаются успокоить граждан. Мы довольны и счастливы. Мы смогли открыть дорогу к запрету дизельных авто в Германии. Что важно сказать? Речь идет об отдельных городах, где нужно предпринять усилия, чтобы воздух стал чище. Но, конечно, речь не идет о всей территории страны и всех владельцах дизельных авто. Что сегодняшнее решение суда означает на практике? Теперь власти городов имеют право без консультации с правительством запрещать передвижение на дизельных авто. Сами могут определять зону, свободную от дизеля. Это может быть центр, отдельные улицы, либо весь город. И тип машин, которым въезд запрещен. Скорее всего, это будут все авто, которые не соответствуют стандарту Евро-6. Таких машин на дорогах Германии 13 миллионов. Решение, конечно, правильное, потому что воздух грязный. Но его последствия могут быть катастрофическими. У меня две дизельные машины, и они уже существенно упали в цене. Ни сегодня, ни завтра это не произойдет. Я слышал, что первые запреты могут ввести через несколько лет. И то в отдельных зонах. Это нормально. Прежде всего, подобный запрет грозит Штутгарту и Дюссельдорфу. Там экологи давно требуют этого от местных властей. Но задуматься стоит многим автовладельцам. По данным экспертов, содержание вредных веществ в воздухе превышает норму в 70 городах Германии. Татьяна Лугунова, Геннадия Никеенко. Подробности немецкое. Бюро телеканала Интер.